Девушки отдыхают 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 ни к чему. Я окрикнула ее тогда, не надеясь, что она услышит меня отсюда. Она подняла голову вверх и улыбнулась мне. Это Тарантино, да? Наши отношения напоминают игру в шахматы, где каждый делает ход не по правилам, потом добавляет на доску какие-то новые свои тайком принесенные из дома фигурки, и никто уже из нас даже не уверен, что это шахматы. Наши отношения похожи на химию, где мы, повернувшись друг к другу спиной, незаметно подбрасываем друг к другу те или иные элементы, надеясь получить нужную реакцию и злимся, что реакция опять не та, а ты хочешь так, я по-другому, и оба недовольны. Наши отношения похожи на торги, где мы идем на уступки, набиваем цены, и вдруг аукцион, гаражные распродажи и полная ликвидация, где мы расходимся по домам уже в ночи, и вроде бы каждый доволен тем, что у него сном, вроде и не очень. Наши отношения похожи на новое заболевание с огромным количеством постоянно меняющихся симптомов, и никто из нас не успевает дойти до врача или вызвать скорую, потому что все симптомы могут исчезнуть в один миг и появиться так же внезапно, как исчезли один или все сразу. Наши отношения похожи на фехтование. Иногда искусные, иногда опасные, но по большей части мы просто стоим друг против друга, ковыряя шпагой землю и снова и снова до сведенных скул пытаемся договориться. Иногда ты так злишься, что швыряешь свою шпагу об стену, я привыкла, я иду за новой, и мы снова разговариваем. Удивительно, что обоим это по-прежнему зачем-то нужно, я четко вижу зачем, но из разу к разу не могу тебе донести. И горько так видеть, как что-то самое важное необратимо рушится между нами, не выдерживая собственного веса. Удивительно, что мы до сих пор не захлебнулись этой пылью и никого из нас не накрыло трухлявой палкой. Я все пытаюсь увести тебя отсюда, а ты упираешься и продолжаешь задавать мне вопросы. Я бы просто хотела упасть с тобой на любую горизонтальную поверхность и проспать трое суток, уткнувшись носом в твою молочную ключицу, которую Бог зачем-то спрятал от меня в твой черный, как деготь, свитер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты сообщил мне об этом в пятницу, ровно в восемнадцать сорок шесть. В районе девятого этажа, пока мы ехали в лифте, ты аккуратно поправил воротничок выглаженной рубашки, улыбнулся своему безупречному отражению в зеркале и вот так просто выдал. Я решил убить свою любовь. Я промолчала, и тебе понравилось. Я должна была бы начать с тобой спорить, как нормальная женщина, и говорить тебе о Боге, о том, что любовь и есть Бог, и что убить в себе любовь, это все равно, что убить в себе Бога, и что мироздание не простит тебе, и что ты глупый. Но вместо этого почему ты подумала, что ты чертов гений? Я подумала, а пусть попробует. Я подумала, что всякий человек, если думает, что полюбил, должен сначала попробовать всеми силами убить свою любовь. И если она сдохнет, то это была не любовь. И говорить о ней стыдно и жалко, и писать о ней книги и песни не стоит, и дети от нее не должны родиться. Я подумала, что в мире и так хватает уродства, чтобы всякое чувство внутри себя называть любовью. И я подумала, что если у тебя не получится, то ты сам увидишь, как она торчит из тебя во все стороны, и как ты красив в ней, и тогда ты придешь рассказать мне об этом. Пятый и четвертый этаж понадобились мне для быстрой арифметики. На третьем этаже я набрала в легкий воздух, чтобы сказать тебе, что я душу свою любовь к тебе сегодня ровно как 39 дней, и что все мои успехи за месяц неравной борьбы и огромный ком чувств, который я кое-как запихала в наскоро сколоченный ящик. Я сижу на нем и жду, пока оно там задохнется и умрет. А оно все растет и рвется наружу. Черт его знает, чем оно там питается и дышит. Но я ничего о тебе не сказала. В районе второго этажа я все еще стояла к тебе спиной, и долбанный ящик внутри пошел ходном. Оно рвалось оттуда и шептало, «Выпусти!» И поллифта, заметив все это, решил предательски поплыть из-под ног. Сердце дернулось, кувыркнулось и свалилось в шахту. Я зачем-то посмотрела вверх и подумала, «Господи, если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы он не коснулся меня сейчас, даже случайно, когда мы будем выходить из лифта». И он не коснулся, и мы вышли из лифта. Мы выходим в морозный вечер из дома, идем в кино, каждый со своей любовью, каждый бьет ее и душит, потому что очень боится любить. Взрослые, глупые, покалеченные люди, которые никак не могут друг с другом поговорить и о чем-нибудь договориться. Вот, а следующая штука про то, что лучше быть прекрасной женщиной в возрасте, которая самодостаточна и чудесна, чем быть женщиной в возрасте, которая нелюбима. И вообще, в принципе, мне кажется, что быть нелюбимой — это всегда не так выгодно, как быть прекрасной и самостоятельной. По стеклу барабанил дождь. Она только что вышла из дверных лопастей огромного ночного отеля. Она села на заднее сиденье, копалась в сумке, искала сигареты и проверяла, все ли она взяла, не забыла ли что. И вдруг у нее на глазах выступили какие-то странные, незнакомые ей штуки. За окном ее самой дорогой в мире машины был Октябрь, а ей было 50 лет. И водитель ее удивленно замер, наблюдая за ней в зеркало заднего вида. Она поймала его взгляд, затем вытащила из глаза каплю. Уставилась на нее, поднесла к свету, рассмотрела, понюхала, рестерла между пальцами, но это явно было что-то новое и совсем ей незнакомое. Затем она хмыкнула, вытерла палец за сиденье и продолжила проверку. На сумку упала еще одна капля, затем еще одна. И вот уже целые рейки из ее глаз сбежали в сумку. Сумка переполнилась, выплюнула все содержимое и ковшом опрокинулась вниз. Она поджала ноги, обхватила укослявыми руками острые коленки. Рейки текли по колготкам в туфли, сиденье намокло, пошло солью и отяжелело. Вода в машине начала подниматься. Она испугалась, стала дергать ручку двери, а дверь все не поддавалась. В панику впал водитель. Он тоже дергал ручки, жал все кнопки подряд. Машина начала заряжать телефон, сварила кофе, включила приемник. Тихими, нервными скрипками заиграла Вагнер. Вода дошла до приемника, приемник заискрил, врубил громкость на максимум и потерял управление. Вагнер захватил всю машину, и скрипки пилили воздух на куски, а вода все поднималась и дошла почти до самой крыши. Водитель захлебнулся и болтался теперь на ремне в передней части машины, распухшей, бессмысленной, как лягушонок. Она боролась и кричала. Она, силой выгнув тело, уткнулась в подушку крыши и по миллиграмму собирала оставшийся воздух, испуганно вращая глазами. В эту секунду в дверях отеля возник молодой человек. Он крепче запахнул пальто, поежился и закурил. Он уронил взгляд на стекла, стоящие перед ним машиной, и глаза встретились. Машина была полна до краев, и скрипки резали все живое, что было в машине. Она била кулаками в стекло, бросалась на стекло грудью, тратила последний, живущий в легких кислород, и кричала, захлебываясь в своих слезах, срывая голос на сип так громко и так отчаянно, как никогда в жизни. Что конкретно она кричала, он не слышал. Он как-то криво улыбнулся, снова поежился, помахал ей рукой на прощание, и, бросив быстрый взгляд куда-то в сторону, выкинув недокуренную сигарету, скрылся в дверях отеля. А вот сейчас будет такая штука, она не такая грустная. Тут все заблестели глазами. Особенно Марина, это чувствительный мой друг. Вы знаете такое ощущение, когда ты все время чем-то занимаешься, и не очень чувствуешь жизнь. То есть ты куда-то едешь там, и у тебя нет вот этого ощущения, но бывают какие-то такие моменты. Я не знаю, может, у меня в силу пограничного расстройства есть такие моменты. Может быть, у людей нормально чувствовать жизнь все время. Я чувствую очень редко моментами какими-то. И вот про это я написала классный текст. Как там наша музыка? Я уже могу начинать? Бывают моменты, когда ощущаешь максимально близкий контакт с самой жизнью, самой ее сутью и телом. Вот Питер. Август. Жарищи. Ты весь день гулял по Невскому, залезал в его дворы, стоял, задрав голову в колодцах, пыли у штаны. Солнце катит за горизонт, и лучи восстановятся особого цвета густого золота, которое бывает только в августе в Питере перед закатом. Ты пытаешься перейти Невске по пешеходному, вертишь головой в отношительную очередь за клубничным коктейлем. Напротив, на балконе, испанцы растягивают простыню и шумно за кого-то болеют. Загорается зеленый, и ты ступаешь на проезжую часть. И в эту секунду из открытого окна расплавленной девятки звучит дурацкая яхта, парус. В этом мире только мы одни. И маленький соленый ветерок с Невы подхватывает прядь твоих волос. И все это вместе так складывается, что дает внезапно ему, наверное, плотнейший контакт с самой жизнью. В эту секунду ты забываешь, кто ты и зачем приехал сюда. Жизнь сейчас втекает в тебя, проходит насквозь, ты сам становишься этим ветерком с Невы, этой простыней, клубничным коктейлем и расплавленной девяткой. Или вот Москва. Мама. Реанимация, больница, жаркий июль, мама слабенькая, похудевшая, ты тихонько ведешь маму на прогулку вокруг больницы, сколько ей будет не тяжело пока пройти. А потом вы садитесь отдохнуть в больничном холле. Она что-то рассказывает, про больничную еду, про соседку, про уборщицу, которая стащила ее зарядку. Потом задумчиво замолкает, потеряв мысль. А солнце прорезает стекла холла и ярко подсвечивает мамины глаза изнутри очень мягким, нежным светом. И ты фиксируешь этот снимок в памяти, потому что никогда еще не видел маминых глаз так близко и подробно, как под микроскопом. Ты замечаешь, сколько же там намешано цветов, видишь какую-то белую крошку на маминых ресницах и в эту секунду вдруг ощущаешь плотнейший контакт с жизнью. Ощущаешь, что ты только здесь и сейчас и ты снова не помнишь кто ты и куда тебе надо после больницы. Ты сейчас только солнце, радужка и эти цвета и эта крошка. Жизнь в такие секунды прижимается к тебе резко, неожиданно всем своим обнаженным телом, каждой клеткой и ты ощущаешь ее так явно и крепко держишь в руках, а потом теряешь. И снова серый ныряешь в отворот московской пыли, дел, проблем и пробок. она стояла посреди бескрайнего белого поля, стояла и пристально смотрела ему вслед, а она впивала с него взглядом до боли, до серых мушек в глазах, а он уходил. Его спина таяла, размывалась, остановилась кляксой, мутным акварельным пятном. Следом за его спиной потерял фокус пушистый январский снег. Пятнами поплыли деревья и редкие птицы, золотистый каскад облаков смешался и тек за горизонт горящей малиновой кашей. Солнце потускнело и скрылось, нежно лизнув сетчаткой ее глаза в последний раз. И все вокруг погрузилось во тьму, такую густую, осязаемую, в нее можно было вляпаться и смахнуть с руки, ее можно было стереть с лица тряпкой, такой густой была эта тьма. Она на ощупь пошла домой, то и дело натыкаясь в этой густоте на людей, собак и предметы, извинялась робко, дрожала внутри. Утром она встала на работу, нащупала в темноте чайник, чиркнула спичкой и ощупью зажгла газ. Она наскоро макнула пальцы в ледяную воду и протерла слипшиеся глаза. Она натянула свитер, взяла какую-то палку, оставшуюся в коридоре после ремонта и пошла на работу. Настукивая палкой какую-то новую музыку, она стучала палкой по перилам, ступеням и тротуарам, по ребрам заборов и глухим трубам. И музыка эта била по перепонкам и звучала непривычно, разрывающе громко для только что ослепшей. И эта новая музыка пугала прохожих. Они видели красивую, милую, улыбчивую, здоровую женщину. Но было в ней что-то настораживающее, непонятно отталкивающее. По улице сажа, по улице шла женщина, которая больше никогда не хотела видеть других людей. Это не грустная наконец-то. Можно, да? Куда бы ты ни шла, сердце мое неуклюжим щенком спотыкаясь бежит за тобой. Мое сердце рычит и тянет тебя за подол юбки. Останься. Ты уезжаешь в Питер. И вот уже сердце мое добежав до Ленинградского вокзала камнем ложится на железнодорожный переезд. Состав стрелой набирает скорость и мельчит сердце мое в крошку. Машинист замечает, что на что-то наехали, а ты надеваешь наушники и утыкаешься в айфон, но почему-то вдруг улыбаешься. Ты идешь вдоль реки и по-детски свешиваешься к воде через чугунную ограду, а над твоей головой кричат чайки и вот сердце мое среди них кричит громче всех и ты вдруг поднимаешь голову. Или вот вечер и ты почему-то плачешь и сердце мое забирается рядом, задумчиво уронив голову на колени, теребя кисточку диванной подушки и сердце мое лижет твои руки и вдруг ты перестаешь плакать и внутри у тебя все становится теплым и мягким. У тебя день рождения и сердце мое утопает в твоих цветах, впитывается в них, а ты потом удивляешься, как дивно они пахнут и что они простояли почти целый месяц. Так пахнет мое сердце. Или вот ноябрь, твои дети дубасит палкой по водосточным трубам и сердце мое с грохотом летит по водосточной трубе вниз и алмазной тихой пылью замирают у твоих ног, а ты улыбаешься. Улыбаешься этой россыпи, улыбаешься цветам, дождю и железным дорогам. Всякий раз, когда что-то заставляет тебя улыбнуться, знай, что это мое сердце. Знай, что это медовый месяц наших душ. Моя сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Она не ты. Она синтетику суррогатой подделкой. Я пьяный, обдолбан этим суррогатом. Я распиваю ее на каждом углу, таскаю за руку по городу, кормлю ее хрустящими круассанами, тону с ней в мягких креслах синема, пытаясь ощутить твой чистый, ни на что не похожий, единственный в мире вкус. Она, как всякий суррогат, дает побочки, и я просыпаюсь в лютом похмелье, депрессии, галлюцинации, панике. Я сам не понял, как я скатился до этого, как заменил свой чистейший наркотик, возносивший меня в небеса прямо к вратам Райана, синтетический дешевый аналог, от которого гниет сердце. Вчера утром заходил мой нарколог. Я накинул кофту, стыдя из своих костлявых плеч и сварил ему кофе. Он сказал, что я выгляжу плохо. Он сказал, что если это будет продолжаться, мне придется ампутировать сердце, пока я весь совсем не пропал. Он попросил пообещать, что я завяжу. Я закивал его словам, но так и не завязал. Я давно предал и продал свою религию. Жить здесь невыносимо, жить с людьми невыносимо. Я пытаюсь бросить, но ворон полон кладок, и никогда не знаешь, где. Вот утро я потягиваю свой кофе, шершу невесть, откуда взявшись с газетой на французском языке, и вдруг кто-то напротив улыбается мне твоими глазами. Или вот вечер, и я приду домой по вымытым дождем улицам, и вдруг кто-то спрашивает у меня зажигалку и берет ее из моих рук твоими руками, и я снова падаю. И просыпаюсь в лютом похмелье, как оборотень в ужасе и в крови, почти не помня того, что вытворял ночью, а рядом лежит и сонно улыбается очередной, еле дышащий, доживающий последние минуты суррогат, слабый раствор тебя. Я бы бросил все и ушел совсем, но это бесконечная красная нить, бегущая между твоим и моим сердцем телеграфными проводами. И даже за тысячу световых лет, будучи вне пределов, в абсолютной тьме, за точкой невозврата, я почувствую, как на том конце, где-то на планете Земля, на мокром от сентябрьского дождя проводе пружинит птица. Ты смотришь на нее своими водянистыми аквамариновыми глазами и, подумав о чем-то с минуту, вздохнув, уходишь в дом, лениво стаскивая с садового кресла свой отзаревший после грозы свитер. Я подумала, что это Дима вышел. Сложная. Я посмотрела фильм «Реквим по мечте» Рановский. А я когда-то пыталась его смотреть, но там вот эти все гниющие руки, как силовые эти. Я подумала, какой ужас. А недавно у меня была депрессия глубокая, я подумала, о, фильм про гниющие руки, здорово, посмотрим. Я посмотрела, и я была в абсолютном восторге от этого фильма, потому что Рановский снял идеальный фильм про внутреннюю пустоту. Это вот единственная мысль этого фильма. И потом я зачем-то полезла читать критиков. А критики стали писать о том, что это фильм про то, как ломаются американские мечты, как люди не могут достичь своей мечты и так далее. А на самом деле единственный смысл этого фильма в том, что… Ну, вы помните, да, этот фильм «Реквами по мечте»? Да? Да? Но единственная суть этого фильма в том, что эти люди пустые внутри. И из-за этого это все происходит. И я села и написала свой рассказ про внутреннюю пустоту. Давай сюда пониже октавы, сюда получше. И вот она бьет его с размаху по лицу. И сразу ей стыдно, не выдержала, сорвалась. А он берет ее за горло и прикладывает ломкими позвонками к стене. И так они замирают. И челюстью обоих сжата и смотрят друг на друга так, что кроме этого взгляда ничего не существует сейчас на земле. И так невыносима и в мести, и в росте, а внутри у обоих любовь. Больная, горячая, воспаленная, оба знают об этом и оба не знают другой любви. В детстве отец водил ее на собачьи бега. Собаки бежали по кругу за кроликом. Отцу нравилось ей тоже, когда бежишь за кроликом. Когда на кролике сфокусирована вся твоя жизнь, не замечаешь пустоты внутри. И все, что можно придумать самого страшного на земле, не страшнее этой пустоты. И ты бежишь, обжигая лапы. В детстве отец брал его с собой на рыбалку. Он плакал, что из рыбы надо рвать крючок, что рыбе больно. Он спрашивал, куда попадает рыба после смерти. А отец молча смотрел на поплавок, словно в лодке был только он один. И вот они смотрят друг на друга. И оба понимают, что падали в то, с чем боролись годами. Сначала ведь говорили, договаривались, старались. А теперь бросили, и сделать уже ничего не могут. Просто летят по инерции прямиком в обрыв. И лица уже все в пыли разбитые. А все умудряются на лету поймать друг друга в фокус дрожащего зрачка безумные. Возле самого края они на секунду замирают. А руки совсем мокрые, скользят. И они глазами... И она глазами говорит ему, это же ты меня убил. А он отвечает, это ты. И оба права ведь. Он не выдерживает и соскальзывает первым. Она могла бы, может быть, еще выбраться, подтянуться. Но над обрывом нависает и смотрит ей в глаза пустота. И она, не думая, струной и ласточкой, вытянув тело, летит следом за ним. Она догоняет его в полете, обивает руками за шею. И последнее, что чувствуют они, это запах друг друга. Самый лучший из запахов. Запах, который больше смерти. Запах летящего впереди кролика. Запах отсутствия пустоты. Запах, в котором перестает быть страшно. Спустя две секунды они уже лежат на дне бездонного ущелья так глубоко, что их не видно. И никто не знает. И никто никогда не узнает, что такое это всепоглощающая внутренняя пустота, страшнее которой нет ничего на свете. В понедельник они оба придут на работу и будут для всех по-прежнему улыбающимися, нормальными людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я смотрел твое лицо на огромном экране кинотеатра. Я окутался в шарф и шел на ночной сеанс. Меня лепил снег, я был в зале один. Я грел пальцы, я смотрел. Ты смотрела на меня с экрана. Ты поворачивала голову, ты смеялась. Я смотрела и смотрела. Ты жила в моем медовом зрачке. Фильм заканчивался. Я брал новый билет и снова смотрела. Ты поворачивала голову, ты смеялась. Я смотрела, у тебя заливало солнце. Ты лежала в траве, ты запрокидывала голову в горячем душе. Капли текли по стеклу, капли бежали по твоей коже. Я мерз. Я грел руки. Я не чувствовал ног. Тебя бил какой-то парень. Я зверел, ты плакал. Я верил тебе. Я умирал от нежности и беспомощности. Я был в зале один. Твое солнце сжигало меня внутри. Я выучил твою роль и автоматом повторял твои слова пересохшими губами. Я пытался поймать, как ты дышишь, пока произносишь текст. Я пытался дышать вместе с тобой. Я ходил в кино 28 ночей подряд. Потом фильм убрали из проката. На 29-й день я по привычке вышел из дома, шел снег. А я не знал, куда мне идти. Я остался стоять на перегрёздке. До утра. Что стало со мной потом? Моргни мне, когда я могу мечтать. Уже моргаешь? Нет? Весна, да. Я ему сказала, играй в весну. И он сразу взял и стал играть в весну. Как человек так делает? Моргнул незаметно, да. Я ждал тебя у окна. Я так сильно ждал, сердце моё замирало. Я не знал, когда ты придёшь и начал ждать прямо с утра. Я ждал час, два, три, а ты всё не шла и не шла. Затем предчувствие тебя. Я всегда предчувствую тебя. Внутри меня что-то щёлкнуло, забилось и загорелось. И вот ты выскакиваешь из-за угла. Мои клетки сходят с ума от счастья. Мои клетки рванулись к тебе, на тебя, под тебя, с тобой. Ты улыбаешься и, махнув мне в воздухе рукой, делаешь шаг в сторону меня. Я люблю твой шаг. Твои шаги похожи на танец. Я так хорошо знаю этот танец. Ещё шаг, ещё шаг. Я так ждал тебя. Твои каблуки стучат по асфальту. Быстро, быстро к правой блестящей лодочке прилип первый осенний лист. Налетел ветер, и ты левой рукой запахнула ворот пальто. Я вижу катышки на пальто. Я вижу надпись на молнии. Танец, 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 танец в каждом твоём движении. Мне кажется, я могу рассмотреть твои веснушки, и что их количество стало больше за неделю, что я не видел тебя. Губы шелушатся, а ты облизываешь их на ветру, на зло ветру. Ты лавируешь между разноцветными машинами и пытаешься делать сразу всё. Убрать волосы, закрыть шею, отклеить прилипучий лист от подошвы и удержать в руках хрупкий бумажный стаканчик. Подо мной горит пол. Горят стены и лестничные пролёты. И к чёрту всё, я так сильно ждал тебя у окна. Сейчас ты поднимешься по лестнице, и я поймаю тебя дрожащими руками. Я поймаю тебя всем телом и всем сердцем. Моё сердце съест тебя, запечатает и не отпустит обратно. Сегодня мне стало лучше. И мне объяснили, что в моей палате нет окон, и что тебя год назад сбила машина. Моё сердце съест тебя, запечатает и не отпустит. Я поймаю тебя. Я поймаю тебя. Спасибо. Меня успокаивает одно твоё присутствие. Неси свет. Сколько бы ты не видел вокруг больных, самовлюблённых, раненых, эгоистичных, сучных и завистливых, даже когда они пытаются ударить тебя, даже когда у тебя нет сил, неси свет. Потому что кто, если не ты? Не бросай в их слюнявые пасти этот прекрасный мир, они проглотят его в секунду и обратят его в ад на земле. Чем больше в тебе света, тем они против тебя слабее. Неси свет, и ты увидишь, как мироздание начнёт помогать тебе. У тебя отпадёт потребность защиты и агрессии. Ты увидишь, как мироздание жестоко расправляется с ними за тебя. Ты увидишь, как те, кто пока несёт мало света, тянутся к тебе, и вы становитесь чем-то одним. Когда света в тебе станет сверхмного, ты научишься спускаться туда, куда свет совсем не проникает. И станешь выводить за руку тех, кто хотел унести свет, но ошибся и упал во тьму. Ты научишься видеть их сердцем, и тебя нельзя будет обмануть в этом узнавании. Ты начнёшь так ясно видеть тех, кто свет, и тех, кто делает вид, что он свет. Ты начнёшь замечать, как они дурят друг другу криками «Я свет! Я тоже!». Ты увидишь, как они предают и подставляют друг друга. Ты поймёшь, что свет не бывает искусственным. Ты увидишь, как они тонут и захлёбываются в этой фальшивой каше. Просто неси свет. Пусть свет станет твоим смыслом, пусть свет станет твоей пищей. Будь щедрым на искренние слова, подбадривай тех, кто отчаялся. Помогай другим любить себя, защищай другого, как себя. Помогай им поверить в себя. Тебе никогда не станет меньше от того, что ты скажешь другому что-то хорошее. Ты даже не представляешь, как сильно одно твоё слово, одно твоё действие может менять пространство вокруг тебя, принося в него то или иное. Раздай себя этому миру. Подари себя этому миру. И однажды ты вдруг поймёшь, что ты больше не несёшь свет. Ты теперь сам стал светом. Вот это такая вот программа, которую мы собрали за фактически один день. И я вам безумно благодарна, что вы пришли и всё это слушали. И я предлагаю нам всем пойти и продолжить на траве. У нас есть прекрасный человек Валера Абель, который нас пустил сюда и который просто как суицидник отдал нам эту площадку. Но я бы хотела его поблагодарить, но он тоже из тех, кто суперсильно опаздывает, короче. У нас уже всё закончилось, а они вот там параллельно мне кто-то писал, что я ещё еду. Это, значит, прекрасная собака Рыжий сегодня спасал мою жизнь вчера и сегодня. Потому что я вам скажу, что 10 дней назад мне капитально разбили сердце. И я подумала, что у меня есть перспектива либо в свой день рождения сидеть дома и плакать, либо сделать концерт, собрать группу и сделать концерт. И вот я собрала... Парни, группа. Но ты как группа. Ты клавишник, барабанщик и ещё диджей там и всё, короче. Ну, в год! Поэтому пойдёмте на свежий воздух и там что-нибудь выпьем. Спасибо. Пошли! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...